В 3-й этаже университета настоящий ажиотаж. Здесь будущие абитуриенты и их родители, преподаватели и студенты, а также представители руководства вуза. В такой насыщенной обстановке проходит День открытых дверей, первый из пунктов которого – ярмарка специальностей. Получить высшее образование в Брестском государственном университете имени Пушкина в этом году можно по 22 специальностям на 9 факультетах. Я поступал на исторический факультет в 2020 году и целенаправленно на него шел. Мне нравилась всегда в школе история и очень востребованы специальности. Это история политология, история общественной дисциплины в этом году набор. История политологии – это очень большие возможности. Историческое образование в целом – это какое-то общее образование, с которым могут взять на любую работу. И исторический факультет – один из самых лучших факультетов вузе, я не побоюсь этого слова. Мне здесь очень нравится учиться, здесь очень хороший преподавательский состав, развита общественная жизнь. Выбирала я по принципу того, что очень была захвачена в школе. Мне нравилось, как преподают учителя математики. Вот я прям фанатела по математике. Сейчас мы как бы изучаем программирование, высшую математику. Сегодня я показывала роботов, которые можно делать в нашем стем-центре и которые ребята из нашего факультета помогают делать и с учащимися тоже. Участниками Дня открытых дверей стали не только потенциальные абитуриенты из нашего региона. Полина Овсеевич планирует стать переводчиком. Знакомиться с вузом приехала с мамой. Я планирую поступить на факультет иностранных языков, на современные иностранные языки, компьютерная коммуникация. Мне почему интересует эта специальность? Потому что я очень заинтересована в английском языке. Я очень люблю и интересуюсь странами изучаемого языка. Поэтому планирую связать свою жизнь с языками. Приехали мы с Могилевской области, с города Белый Ночи. Это районный центр. Отчего приехали? Вообще я сама брещанка. Заканчивала Могилевские вузы, поэтому там остались живем. А все родственники практически здесь. Не боится дочку так переподпускать? Нет, нет, абсолютно не боюсь. Ну, в принципе, у нас еще, у меня здесь живет уже ставшая дочь. Поэтому... Под присмотром? Под присмотром. В этом году поступать в вузы будут по-новому. В нашей стране вводится практика централизованного экзамена. Для того, чтобы стать студентом на большинство специальностей, выпускникам этого года по-прежнему необходимо сдать три предмета. Но два из них будут экзаменационными при завершении 11 класса, а третий уже в привычном формате тестирования. С учетом того, что вступили в силу новые правила приема, было принято очень много новых нормативно-правовых документов. Они все еще продолжают приниматься. И, конечно, день открытых дверей – это очень важное мероприятие для абитуриентов в этом году. Именно на дне открытых дверей они могут узнать, какие специальности относятся к педагогическим специальностям, какие специальности относятся к наиболее востребованным в экономике. Какие льготы положены тем или иным абитуриентам с учетом того, что набор льгот, состав льгот несколько видоизменились по сравнению с прошлым годом. Физмат – это как бы большая дружная семья. Здесь очень интересно, здесь очень много нового. Ты узнаешь, тебе много всего помогают делать, объясняют. Ну, в принципе, здесь очень интересно. Также абитуриенты в этом году смогли воспользоваться еще одной возможностью стать студентом Брестского государственного университета Пушкина. Для нас есть такая возможность принять лучших абитуриентов, которые победили в олимпиадах, которые проводятся именно в университете. Очень хорошо выступили учащиеся, которые приехали с различных городов и населенных пунктов Брестской области. И, конечно же, мы выбрали победителей и по физике, и по математике, русскому языку, белорусскому языку. И, значит, эти победители могут без вступительных экзаменов быть зачислены на специальности, соответствующие нашего университета. Следующий этап дня открытых дверей встреч с руководством и преподавательским составом, где будущие абитуриенты смогли задать волнующие их вопросы об учебе, поступлении и специальностях.